привет друзья вы на канале около хэндмейда и я джулия его ведущая сегодня я такая красивая нарядилась как бы под винтаж потому что сегодня я буду говорить о мастере алла удод которая делает салфетки вяжет крючком это видео будет посвящено ей фото помощи ей на ее примере я покажу как я могу возможно и вам помочь вот а под винтаж почему потому что когда алла пришла ко мне на мой бесплатный видеоразбор я посмотрела в ее профиль ее фотографии были настолько ужасными вот что я подумала о боже что же можно сделать вот салфетки прекрасно я сама люблю очень вязаные крючком салфетки используя их как фотореквизит вот и поэтому быстро отделавшись от первой мысли что у алы ужасные фотографии я стала думать как же я могу ей помочь потому что именно для этого приходят ко мне люди и я стараюсь в них найти лучшее и если и не помочь им там заскочить на какой-то сверх ступеньку но по крайней мере я инициирую мотивирую какой-то процесс вот чем я в общем-то на ее примере хочу показать как это происходит вот почему под винтаж да я нарядилась потому что я сама очень люблю винтаж и кто промотает мой блог в инстаграме до самых низов увидишь чего я начинала я хотела его делать под винтаж и использовала я вот этот ободок который я себе сделала из занавески у меня увидите в этом прикольные фотографии пробую себя во флэт леях использование салфетах и здесь нужно у меня ассоциируется а алины салфетки с винтажом винтаж я просто обожаю я обожаю ходить по блошиным рынкам по у нас во львове много всяких таких магазинчиков со всякими штуками прикольными ретро я даже не знаю винтаж ретро в общем вот это все я очень люблю так ну в общем ближе к делу я переключаю я переключаю переключаю сцену для того чтобы показать вам аллен профиль как как он называется вы вот тут видите алла удод кстати аллочка я вот единственное забыла вам фото разборе сказать я бы поменяла на вашем месте аватарку на очень простую аватарку у вас салфетки это симметрия вот поставьте круглую симметрию сюда просто четкую просто красивую она будет очень запомнил типа типом аватара которые вообще вы увидите у меня я вам пример покажу так ну и что мы здесь видим и что я второй раз встречаюсь аллой и мы видим что если на разбор она пришла ко мне вот в этом виде вот в этом виде вот в этих черных фонах вот в этом реквизите который в общем даже вот если взять вот эту фотографию до красивая салфетка четко все видно ну качество конечно немножко хромает но реквизит ни к чему сегодня я покажу как я пробую использовать реквизит все это я покажу на примерах потому что моя фото помощь заключалась для аллы в том что после и разбора ей я на следующий же день брыж бросила себе вызов села фотоаппарат взяла все что есть под рукой а у меня бы у меня были несколько салфеток и я начала экспериментировать вот чего и вам желаю побольше экспериментировать своей жизни для того чтобы понять что нужно именно вам так ну все я показала один профиль в общем вот эти вот елочки меня смутили меня смутили обрезанные края ну то есть все 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 недостатки да вот которые мы можем тут миллионы коллажей вот эти вот на ну я критиковала и и можете есть и видео разбор на канале есть и посвященный али пост очень такой подробный в инстаграме все ссылки я как обычно даю в описании видео всегда вы найдете из воду и заглядывайте всегда в описании к видео для того чтобы расширить горизонты которые я вам хочу показать вот то есть вот это все я критиковала вот этот как бы такой замусоренность я критиковала все это вот но критика не будет конструктивной если мы не предложим вектор на позитив вот эти кстати снежинки великолепный и вообще замечательная идея отличная алла у вас было снежинки на елку прекрасные вот эти вот шарики вязаны ангелочки вязаны это все что я видела например мы ходим вот в одну церковь такую как бы в таком фольклорном стиле оформления и вот эти же ваши колокольчики вот эти я вижу ну в таком виде прекрасном висит то есть то что вы делаете действительно здорово тем более если она вам нравится то это просто класс но как это все показать вот об этом мы и будем говорить так переключаюсь переключаюсь на другую сцену ой подождите боже я не ту сцену перекрыта перекрыли боже придется вырезать на ю тубе блин ладно прошу прощения то есть это получается что меня видели а что же а что же у меня видно было лишь теперь даже не знаю так ладно собрались так 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 собрались собрались еще раз то есть предыдущей сцене я думала что я показываю айлен профиль вот таким образом понимаете ладно я потом посмотрю что у меня получилось видео если что я вырежу подрежу в общем айлен профиль я показала покритиковала все это можно посмотреть в инстаграме в моем посте и диалог у нас алой там был и дискуссия и вопросы мои ответы на эти вопросы и видео разбор все это есть вот значит вот здесь вот после видеоразбора вот идет вот эта часть вот эти вот 55 вот этих вот фотографий которые уже делает по моему совету купила фотофон и пробует себя значит алла смотрите сразу говорю не буду уже цепляться к вот этим все таки я бы не использовала логотипы значит смотрите сразу ошибка которую поправляете близко к краям вот здесь уже лучше но старайтесь больше воздуха вокруг значит уже вот уже на белом фоне уже заметно лучше и выстраивается вот уже вот эта симметрия старайтесь тоже 7 симметричные ваши симметричные изделия они хорошо смотрятся на фотографии симметрии так ну а теперь теперь я так сцена переключаю теперь теперь непосредственно что сделала я для вас да значит что делала я я посвятила наверно добрых полдня сейчас фотографии фотоэксперименту я достала реквизит и я достала сейчас подождите на загружается мне загружается загружается я надеюсь она загружается до чему-то сейчас привет добрый день привет привет друзья ну начну с конца начну с того что я подготовила вам в пост этот пост сегодня выйдет у меня значит вот что я приготовила для вас это обложка к посту это разные пробы это вот то что у вас было хай чем занимаешься короче снимаю видео видео помощь разбираю профиль с салфетками не разбираю вернее у меня был видеоразбор бесплатный у аллы удод с салфетками когда я ей делала видео разбор я я я сделала очень смотрю я сделала много снимков для того чтобы показать как бы на ее месте сделала бы я как я экспериментирую с ее изделиями будучи в ее как бы задачах о полезность про фото контент приготовила это я люблю да ну то есть вы можете во первых я как бы провожу презентацию себя для того чтобы показать что я могу вам для вас сделать чтобы вы что-то вы для себя возьмете допустим я вам демонстрирую индивидуальный подход вот это для тех кто в будущем придет ко мне на консультацию так и далее значит меняю значит вот то что я приготовила то есть я пробовала со своими салфетками со своим реквизитом сделать и продемонстрировать али свои мысли понимаете непосредственно на практике не не языком молоть а много времени уделила этому это то что я подготовила и будет пост в инстаграме у кроме вот этих фотографий я сделаю ей примерку ленты вот это я еще не готова это все что я делала фотошопе кстати говоря как я работаю в фотошопе непосредственно вот в применении к инстаграму я планирую такое видео и когда она будет готова будет на него ссылка в этом видео так что всегда заглядывайте в описании к этому видео вот и теперь смотрим возвращаемся ретроспективой в тот самый день когда я это делала и вот мы смотрим я бы поставила на салфетку вазу и сфоткала вертикально а потом обрезала так чтобы вазы был кусочек совершенно верно совершенно верно вот так вот вот это тоже чем я у меня и знакомые кто тоже делать салфеточки я их приглашу отлично совершенно верно вот эти все идеи они делаются в именно формате фото эксперимента вообще любых экспериментов жизни вот эти все идеи которые у нас приходят я сейчас вам покажу просто вот фотографиях как происходили мои фото эксперимент я просто буду листать смотрите это был новый год вот моя елочка вот моя елочка с моими игрушками это моя реклама до моих игрушек но я взяла скатерть это тот же крючок то есть я ищу как бы все вместе стараюсь показывать это мой ангел то есть я попутно взяла как бы фотографировать скатерть для аллы вот но в то же время взяв фотоаппарат я не так часто вернее ну не каждый день я беру фотоаппарат да я сразу щелкнула и для себя фотографии вот вы видите вот какие варианты у меня получились на фотоаппарат вот кстати говоря как ира твоя идея кусочек вазы вот кусочек елочки вот полностью фокусе стоит именно крючком связанная салфетка вот такой вот задние бк размытые так далее вот кусочек тоже если продаем салфетку надо чтобы ваза не заняла в кадре главную роль сложно абсолютно верно это я вам сейчас именно эту мысль я буду демонстрировать на практике вот смотрите какие композиции выбирала я примерно да вот вот это скатерть то есть точно так же вы мысленно предлагали себе представляете обрезку квадратом сдвигаем на одну треть тут же у меня висел мой мой так сказать вот мое изделие это это гномик вернее дед мороз или санта клаус на таком вот собственно вот я схватила вот эти снежинки вы видите бисерны это еще со времен когда я с детьми занималась творчеством остались это тот реквизит который иллюстрирует мою мысль использую все что под рукою и не ищи себе другое кто узнал откуда это напишите мне в комментариях откуда это фраза то вам шарада попутно вот и ну по параллельно тут иванка у меня пошла потому что ребенок конечно же как мы говорим мешает но вот она хватает моих этих птенчиков с которыми хочу работать ну тут у меня идет мысль а не переодеть ли мне иванку чтобы заодно ее поснимать ну в общем видите я как класс я как человек это я о мысли вы вы следите за мыслью потому что это процесс который вы будете мерить на себя в вашем деле не в салфетках вот я хватанула мне понравился этот прозрачный пластмассовый шарик у меня есть несколько ретро игрушек винтаж это вопрос к винтажу вот и здесь вот моя мой моя проба фотографировать это все внимание на фотоаппарат вот видите какие-то кадры вы видите у эта фраза про жену изначально была в комментариях мне напишите не подсказывайте никому может быть я даже приз какой-нибудь или что-нибудь в этом роде да откуда ну откуда видишь ты понимаешь ну в общем вот короче вот видите вот эту лялечку на прищепке это старинная игрушка вот оставшиеся еще был такой у нас еще значит моя идея здесь в чем была в том чтобы али показать как же из как бы фонят да салфетки фонят они не главный персонаж вот конкретно здесь но эти фотографии мы можем использовать в нашем профиле для того чтобы людям показать например для чего нам могут использоваться салфетки а салфетки могут использоваться не только под вазу но и как фотореквизит модный в инстаграме для рукодельниц пожалуйста вот тут видите у меня просчеты неправильно тут все тоже у меня и ошибки вы видите вот это абсолютно весь материал который я тогда нафоткала вот это бременский музыкант это уже ну как бы старинная сабдеповская игрушка ну а нам как бы вот а дальше я уже пошла взяла значит сняла с той елочки которую вы видели своих птенчиков которые у меня там висели как бы как елочные игрушки да кстати вот вам мы говорим о чем нам в инстаграме нужно показывать не только изделия как они есть но и для чего нужны эти изделия вот этот вопрос для чего оно нам надо постоянно думать и воплощайте это все в своем инстаграме случайно не наша старая игрушка ну конечно наша старая игрушка случайно конечно их не так много осталось вот короче в общем эти вот птенчики у меня например я возьму такой себе для себя для своего рабочего аккаунта снимок где я на елочке у меня эти птенчики висят то есть чтобы люди понимали что мои игрушки можно использовать как декор для елки вот ну тут уже пошла иванка мешать мы видим вот тут у меня пошла идея а не сфоткать для меня приятную пушистую ручку моего ребенка с птенчиком ну ни черта из этого не получилось быстрый ребяток а вот эта фотография ничего и вы ее увидите у меня в посте то есть я не так много отобрала фотографий из вот этой кучи потом я попробовала вот я али советовала знаете как вот бывает знаете советуем мы там Алла а не взять ли вам ватман серый я сказала накануне ночью да когда разбирала ее профиль а потом вот сама взяла этот ватман серый и мне не понравилось как получилось да у нас была такая тетя да я помню но это она и есть эта тетенька вот то есть вы видите да разницу между тем вариантом а вариант еще кстати у нас еще будет деревянный фотофон вот внимание вам нравится вот это ну-ка вот скажите мне кому нравится вот эта фотография то есть я здесь что я здесь попробовала салфетку Аллы как бы да совместить со своими птенчиками для чего для того чтобы показать что действительно можно как реквизит использовать эти салфетки дальше я попробовала вот у меня деревянный фотофон вы видите я взяла орхидею прекрасную цветущую на заднем плане у меня стоит мой любимый кактус подоконник контровой свет вы все здесь видите и вот эту композицию я попробовала вписать в квадрат тоже увидите это не нра да не нравится мне тоже не нравится я же говорю много всего вот эксперимент я хочу вам просто сказать что хороших фотографий из всей кучи ну если десять процентов это в принципе уже уже хороший результат фотосессии считается пять процентов результатом это вам так на всякий случай чтобы вы знали вот то есть я вот теперь смотрите вот моя проба вот разницу видите предыдущие другого ракурса вроде ничего да потому что нужно пробовать разное видите вот я пробую щупаю видите вот здесь в фокусе была у меня орхидея салфетка поплыла это зеркальная камера то есть мы играем фокусом пробуем орхидею оп пробуем салфетку в фокусе и пробуем ага но не нравится мне то есть если мы говорим о ленте то орхидея будет приятнее смотреться нежели вот такой например вот как Ира ты говоришь потому что это реально сложно обрезать так эстетично вазу чтобы не было вазу а главным была салфетка вот это то с чем я занималась и пробовала и кое-что в принципе я считаю у меня получилось ну тут тоже у меня поплыло все тут я пробовала вот у меня и ваза есть на заднем плане которую я вот видите контровым светом пробовала вот тут вот бакешечку потом вот здесь вот вы видите интересный поиск окно и стена да и такая линия образуется то есть белую орхидею я ставлю сдвигают на фоне стены ну вы мысли вообще видите о чем вот я специально села для того чтобы пояснять для того чтобы вам инсайты вот эти вот показывать чтобы была понятна мысль которой думает фотограф когда идет поиск решений вот здесь вот у меня сдвинула я орхидею чтобы она контрастировала то есть меняю ракурс пробу а тут я взяла уже свои маленькие суккулентики и решила попробовать с модными суккулентами и тут же салфеткой тут же крупный план видите не все получается вот суккулент фокус это плывет да можно диафрагму сузить согласна но я же уже говорю я пробую пробую в итоге я потом взяла и телефон для того чтобы вот этот фото матери я взяла проанализировала выбрала 10 процентов хороших фотографий составлю из них ленту посмотрите потом в посте в галерее то есть то что я сейчас еще на сейчас я не сделала но будет готово в инстаграме это все увидите все ссылки в описании вот и вот это ваза про которую возможно удачнее не с высокими объектами типа вазы а с плоскими невысокими типа предметов сервировки стола да сервировка стола тоже вот тут ну вот это вы алид давайте идея конечно я и так али посвятила слишком много своего времени вот потому что дело в том чтобы человек после вот этого времени ну вернее после вот этих результатов которые выдаю я свой опыт она брала пробовала свое и искала свой путь вот что она не может использовать я вообще как бы не советую нет можно конечно на заказ как сказать понимаете если те аккаунты которые сейчас мысль хочу просто умную сказать если те аккаунты целью которых не является продажа своих изделий могут заказать фотографу фотосессию сделать там если например блогер который может там себя с книжкой с блокнотом в красивом лофте и так далее сфотографировать и использовать эти все вещи для своего аккаунта или копирайтер который заказывает фотосессии это уместно но хендмейдер должен научиться фотографировать сам вот если вы в этом не согласны нет если вы конечно запускаете бизнес и у вас там как это я вот про веночки там в одном видео говорила как сказать и вы ставите а-ля Китай ну ваш путь а-ля Китай да массовый скажем так ну во первых я сразу оговариваюсь хендмейд хендмейду рознь вот если ваш путь такой вот а-ля Китайский ну значит конечно нанимаем фотографа нанимаем продвиженца нанимаем ттт и строим бизнес я говорю про большинство хендмейдеров которые идут путем весь вопрос бюджете фу ладно не отвлекайтесь я могу долго на эту тему рассказывать бюджете да наверное просто большинство ну я не считаю что хендмейд это бизнес это мое личное мнение вот вот поэтому учимся фотографировать самостоятельно а значит не смотрим как другие ищут какие-то решения выбираем пробуем берем какие-то идеи которые приживаются вот видите вот это скатерть у меня это лаконичность проба вот этой лаконичности вот моя картина там чуть-чуть торчит вот моя ваза которая я использовала все что под рукой эти вещи у меня просто стоят в комнате я их не инсценировала инсценировки да но у меня этот стол стоит у меня эта картина висит у меня висит стоит эта ваза с кружавчиками с сухоцветом вот бюджета не будет без китая правильно ну вы знаете это смотря кто какие приоритеты я снимаю шляпу перед теми как сказать перед теми дизайнерами которые могут сделать со своего хендмейда бизнес не потеряв дизайнерскую вот эту вот жилку и долю творчества вот таких немного если вы один из них ну напишите мне я возьму вас интервью так ну а тут я уже погнала я еще по ходу дела котят доделала и они у меня в этот день отправлялись вот и я заодно быстренько раз фотоаппарат у меня в руках был я быстренько этих котят еще и клыц-клыц на том же фотофоне пробовала так а вот теперь внимание салфетки да вот есть у меня вот такой деревянный фотофон кстати говоря один небольшой деревянный фотофон у меня есть на продажу небольшой он где-то 40 на 60 где-то вот такой но это не совсем тот это мой фотофон чуть больше и вот смотрите симметрия я тут хочу подчеркнуть что нужно быть внимательным ну на дереве кружева смотрится прекрасно это рустик стиль существенно лучше чем на акварельной бумаге мне нравится больше тем более модный рустик вот тут вот нужно быть аккуратным щели хорошо расставлять параллельно перпендикулярно и чтобы они не были слишком частыми и вот вот я хочу вам показать вот эти две два своих фотоэксперимента с одной и той же салфеткой вот серый ватман который я советовала в видеоразборе и вот дерево дерево существенно лучше это кстати на телефон фотография сделана ну флэтлей все таки и вот контрастная в принципе неплохо единственное что вот тут вопрос по увязке все таки наверное лучше один и тот же фотофон использовать в своей в своем блоге чтобы увязывать как бы картинку вот теперь вот смотрите вот это вот тоже хорошая получилась фотография я ее взяла в оборот потому что ну Алла меня там критиковала что я не очень аккуратно выложила салфетки ну моя задача не была и ложить их ровно или там крахмалить так значит вот фотография неплохая тут и Иванка у меня в короне побежала знаете как я быстренько решила совместить вот в общем вот так вот а теперь у меня пробы на телефон флэтлеев именно тоже на скорую руку вот как сказать все по краям видите чтобы главный был герой это салфетка все остальное как бы торчало ну вот это попробую я обрезать квадратом не знаю видите вон я я там стою сбоку короче вот мои эксперименты тут я и Иванкину юбку что-то там пробовала фатинчик там подмастить игрушечки собственно говоря я хотела повторить эту мысль которая у Аллы не удалась в виде передачи новогоднего настроения я хотела это сделать лучше вот вот эти мои пробы на телефон вот тут же я раскладываю значит кстати говоря я ну с флэтлеями очень много экспериментирую особенно в хендмейт призме вот и обязательно просто обязательно сделаю классный и видео и фотоэксперимент по я выработала целые как сказать даже не то что даже лайфхаки выработала такие как советы как делать флэтлеи чтобы не было ну что композиционные приемы какие-то ну в общем когда будет у меня такой материал я тоже оставлю ссылку вот ну тут я пробую на телефон то же самое что я попробовала на фотоаппарат то же самое вот видите ну длинный такой кадр это в общем на телефон в принципе мне понравилось на телефон даже больше какие-то вещи понравились вот например такой кадр вот моего окна где я тоже приставил этот фотофон к подоконнику и пыталась эти салфетки разложить на деревянном фотофоне как снежинки вот пробы вот такие опять эту орхидейку опять на телефон кстати на телефон мне даже больше вот еще вот эту кстати салфетку я вышивала после школы первый и последний раз я такое делала выразилась бы я как это называется вот короче это шитье вот это глянцевая поверхность черного стола тоже проба с суккулентом опять возвращаем этот деревянный фотофон пробуем вот пробую я вот эти вот игрушки разные всякие ну это уже а вот это я все и на это вот хорошей ноте мы закрываем а нет еще нет 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 я вам еще значит а потом я хотела такое вам сказать ну это я на обложку такое на обложку видео короче а потом меня понесло знаете когда раскачивается энергия когда ты процесс пошел пошел раз пошел поток и я уже пошла во флэтлей уже для чего они мне нужны я использую флэтлей для передачи своих эмоций своих чувств я считаю что это один из такой современных способов искусства в какой-то мере вот я тут уже на поленину тему знаете вот видите вот у меня висит такая вот фотография моей далекой дочери полина если ты меня слышишь не видишь вот у меня сзади этой фотографии такая молитва вот и она у меня вот тут вот висит все время перед моими глазами нет она мне не мозолит глаза таким образом я своему ребенку направляю энергию вот ну тут тут у меня видите ссср мой любимый это ежик мой любимый короче пробы всякие разные да вот маяковский у меня тут вот собственно говоря вот такое вот вам окно короче короче говоря переходим 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 на так что зависло что ли мне программа даже не знаю пишет пишет она мне там или нет так ну ладно короче говоря пол утра сегодняшнего я обрабатывала эти фотографии еще не все обработала вот я их пробовала порезать композиционно там сделать в общем фотоэксперимент сделать материал для поста не все я закончила я еще хочу сделать примерку ленты то есть сделать сделать такую ну попробовать эти фотографии как бы совместить и посмотреть что получится для чего для того чтобы на этом примере показывать как вообще составлять то есть компоновать ленту вот и и самая еще одна моя так скажем тайная цель ну тайная не совсем тайная я в ней прозрачным говорю что я не только из альтруистических побуждений вот столько столько много времени бесплатно посвящаю человеку ну а она мне уже дает возврат энергии в виде лайков комментариев и на ютубе в том числе вот я хочу на ее примере показать свой индивидуальный подход в моем перед скажем так вывешиванием продающего поста потому что я хочу я хочу вначале за небольшую плату вот посмотреть на спрос на такого вида услуги потому что услуга которую я хочу предложить это непосредственно работа с вами по улучшению вашего визуального контента по пониманию вас самих себя для того чтобы инициировать какой-то диалог и ну сделать в общем такой ну я думаю что это это нужно вот ну а будет это востребовано или нет в бизнес формате ну посмотрим вот так что так что в общем надеюсь что у меня моя запись на ютубе все таки ладно если привисла ну блин ладно придется повторять ну все всем пока рада что были со мной сегодня наверное да я наверное доделаю этот масштабный пост вы посмотрите в инстаграме задумка интересна вы маркетолог нет давайте я не буду скасовывать пока я не маркетолог я мастер ручной работы я фотограф я теперь еще и инстаграмщик с такой любовью к этому я отношусь маркетологов конечно я читаю я на маркетинге не специализируюсь как вы видите по моей цифре подписчиков я не маркетолог потому что если бы я была маркетологом я бы наверное бы была бы более прокаченный у меня профиль был а так у меня просто качественный контент вот ну а если уж говорить о том кто я то хендмейдом я занимаюсь вообще всю свою жизнь я по образованию и по специальности айти инженер восемь лет стажа у меня программистом вот но после первого в первом декрете я сменила полностью из хобби сделала как сказать хобби превратила в свою работу просто недавно подписалась поняла вас ну в общем вот так вот так что с 2007 года я зарабатываю хендмейдом вот и у меня большой опыт и есть чем поделиться это и выставки и оффлайн продажи и точки оффлайновые и продажи через форумы и через Etsy и так далее и так далее в общем я в хендмейде профессионал все на этой прекрасной ночи я прощаюсь спасибо за вопрос так так о ну слава богу не зависла так в общем спасибо что досмотрели до конца описание ссылки вернее ссылки я оставлю в описании и когда у меня будут готовые видео интересные по тому о чем я говорила выше я тоже буду вносить в описание изменения так что заглядывайте всегда в описание ну и лайки комментарии я спасибо всем кто это делает вот то есть от меня плюс плюсики в карму ну все пока 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 пока